Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона, тревога на Fox News. Три часа назад американская политика, возможно, уже навсегда была вергнута в хаос. Тем, что большое жюри в Манхэттене, одном из либеральнейших городов Америки, месте, где за Джо Байдена на выборах проголосовали 80%, решила предъявить обвинение политическому оппоненту Байдена на грядущих выборах со стороны республиканцев, человеку, который лидирует на 30 пунктов, Дональду Трампу. И жюри сделало это по настоянию человека по имени Алвин Брак, он окружной прокурор Манхэттена, прославившийся тем, что сделал город гораздо опаснее, отказываясь законодательно преследовать преступления вроде грабежа или изнасилования. На данный момент мы не знаем, что именно сказано в документе, и мы не знаем, какие конкретно обвинения предъявлены, но в более ранних сообщениях предполагалось, что это как-то связано с предполагаемой оплатой, оказанной 7 лет назад. Оплатой, о которой федеральный регулятор сказал, что она не нарушала никакие законы, но Алвин Брак, видимо, уверен, что она преступна. В любом случае, в итоге, Дональд Трамп — это первый бывший президент Соединенных Штатов, которому предъявлено обвинение. Так что, чтобы не произошло далее, точка невозврата уже пройдена. Возможно, будет реакция от Красных Штатов, губернатор Флориды Рон де Сантис уже заявил, что он не поддержит экстрадицию Дональда Трампа в Нью-Йорк, которая, видимо, была назначена на следующую неделю. Как вы уже заметили, мы не в курсе всех деталей этого дела, но мы понимаем, что это исторический момент. И мы хотим сегодня собрать все данные, которые у нас есть, и сделаем мы это, как и всегда, при помощи Трейса Галлагера, который сегодня с нами. Привет, Трейс. Далее у нас будет еще по де Сантису, но, Такер, важно помнить, что окружной прокурор Манхэттена, Алвин Брак, решил взять дело, которое было расследовано и отменено двумя предыдущими прокурорами, так как, во-первых, дело, как мы знаем, громкое политически, и, во-вторых, дело предполагает широкое использование теоретизирования. Даже сам Алвин Брак изначально решил не возбуждать дело по Трампу. Дело, Такер, крутится вокруг платы в 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс, заявлявшей, что у нее были отношения с Трампом. Прокурор Алвин Брак не может возбудить административное дело, так как сроки давности истекли в 2018-м. И для того, чтобы возбудить уголовное дело, Манхэттенскому прокурору пришлось законодательно извернуться и объявить, что это было нарушение финансирования компании, пойти этим путем. Многие эксперты и юристы указали, что будет титанически сложно доказать, что Дональд Трамп заплатил Сторми Дэниелс для того, чтобы победить на выборах, а не, скажем, для того, чтобы сохранить свой брак и так далее. Вот недавняя оценка обвинения от профессора Джонатана Турли. Смотрите. Проблема в том, что если эта теория является основой обвинения, то это исторически значимый момент. Дональд Трамп может стать первым обвиненным бывшим президентом, но с этими стандартами точно не будет последним. Дело практически полностью будет основано на показаниях бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который заявил, что Дональд Трамп приказал ему заплатить ей эти деньги накануне выборов 2016-го в обмен на ее молчание. Но Майкл Коэн, также бывший уголовник, известный своей лживостью, бывший советник Коэна Роберт Костелло, дававший показания этому жюри, 20 марта был на шоу Такера Карлсона. Смотрите. Я позвонил ему после того, как я увидел Майкла Коэна по телевизору, делающего заявление о том, что он собирается и обязан рассказать большому жюри, и что противоречило тому, что он говорил нам, когда мы впервые представили его в апреле 2018-го. И вот я сижу дома и вижу эту ложь, и говорю себе, я должен что-то сделать по этому поводу. Итак, мы до сих пор не знаем конкретики обвинений, так как вряд ли они будут озвучены до того, как бывший президент сдастся правосудию, что, вероятно, произойдет на следующей неделе. Дональд Трамп сделал заявление по поводу обвинения, процитируем его часть. Демократы лгали, обманывали и воровали в своей одержимости добраться до Трампа. Но сейчас они сделали немыслимое обвинение абсолютно невиновного человека с явной целью влияния на выборы. Даже губернатор Флориды Рон де Сантис, который может будет выдвигаться против Трампа в 2024-м, осудил обвинение, цитата, злоупотребление законами в пользу политики ставит все с ног на голову. Это не по-американски. И де Сантис правильно подметил, так как если обвинения будут те, которые ожидаются, то это будет политическим преследованием. Федеральные прокуроры неоднократно отменяли это дело, и теперь у вас есть прокурор штата, который за него взялся. Рейтинги Дональда Трампа выросли за последний месяц, а это может поднять их даже выше, так как будет лавина эмоций. Хоть за, хоть против, неважно. И эта лавина будет нарастать, Такер. Я считаю, что это именно так. Я думаю, что за последние 10 дней рейтинги Трампа выросли с 8 до 30. Так что никто не может предсказать последствия этого. Трейс Галагер, как всегда, спасибо. Итак, очевидно, что это обвинение, это что-то новое, это начало чего-то, но это также и кульминация чего-то. Кульминация попыток сделать так, чтобы Дональд Трамп точно никогда опять не стал президентом. В этом и была вся суть комиссии по 6 января. Очевидно. Но пока это не особо работает, Трамп с огромным отрывом лидирует у республиканцев. В Джорджии большое жюри из четырех женщин-демократов, которая дала интервью MSNBC, по-видимому, тоже готовится обвинить Дональда Трампа в сомнениях по поводу результатов выборов. Вам не позволено сомневаться в результатах выборов в Джорджии, только если вы не Стейси Абрамс. В таком случае вам можно говорить, что вы губернатор, хоть это и не так. И насколько нам известно, Департамент юстиции все еще расследует Трампа по-другому якобы преступлению. Хранение у себя дома предположительно секретных документов. То, что, как мы позже узнали, делал, видимо, почти каждый, кто когда-либо работал в госорганах, включая Майка Пенса. Но давайте остановимся и взглянем на всю картину. Посмотрите на эскалацию применяемых тактик. На выборах 2016-го, когда самые могущественные силы в стране решили, что Дональд Трамп не может быть президентом, да, они и не предполагали, что он им станет, так как это даже смешно себе представить. Но чтобы уже наверняка быть уверенными, ФБР работала со штабом Клинтон по распространению ложных обвинений, что президент находится в сговоре с правительством России. Но ФБР так и не было закрыто и распущено, как и должно было бы быть в нормальной стране. И оно продолжило вмешиваться в выборы, и до сих пор это делает. Это, конечно же, не сработало, и Трамп все равно вступил в должность. Так что федеральные агентства сделали все, что смогли, чтобы убедиться, что Трамп будет неэффективным президентом одного срока. Почти сразу они арестовали советника Трампа по нацбезопасности. Зачем? Потому что он руководил разведкой и знал в точности, как работает система. Первым они убрали его. Затем они послали ЦРУшника в Белый дом дать фейковую информацию по поводу Украины, что привело к импичменту Трампа. А затем был еще один импичмент Трампа за то, что он на защищенном Конституции митинге призвал сторонников к мирному протесту, что и принято в демократиях. И это сегодняшняя попытка одна из длинной череды беспрецедентных шагов, которые несменяемый Вашингтон предпринял для того, чтобы не позволить Дональду Трампу демократически занять должность, нравится вам Трамп или нет, но это так. Но ничего из этого не помешало республиканским избирателям на прайме при опросах показать, что с большим отрывом Дональд Трамп их главный претендент на 2024-й. Наоборот, это многих сподвигло опять поддерживать Трампа, может и не потому, что им нравится Трамп, но потому, что они не могут смотреть, как их прекрасная система рушится до основания по политическим причинам. Итак, законы, по-видимому, сегодня не работают не только для Трампа, но и для каждого, кто думает за него проголосовать. Демократам можно нападать на полицейских и захватывать контроль над палатой штата Теннесси, они сегодня это и сделали и никого не посадят в тюрьму. Транс-избиратели Байдена могут убивать христианских детей, а Белый дом Байдена объяснит, что вообще-то настоящие жертвы здесь именно трансгендеристы. Это то, на что это и похоже. Это политическая чистка. И с другой стороны находятся истинные коллаборанты, республиканские лидеры в Вашингтоне, которые, естественно, призывают к сдаче. Аса Хатчинсон говорит, что Дональду Трампу нужно оступиться сейчас же, так как он не нравится Алвину Брагу. Одной из причин, по которой Трамп победил в 2016-м, это люди типа Асы Хатчинсон, люди, которые не заинтересованы в победе или управлении и менее всего в представлении своих избирателей и их интересов. Такие люди поколениями управляли республиканской партией и избирателей уже тошнит от этого. И если эти люди и дальше будут управлять республиканской партией, то через несколько лет этой партии больше не будет, она будет больше не нужна. Это беззаконие, вопрос в том, кто его остановит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова